Всем приветики! С вами Ольга и я вам желаю счастья, радости и любви. И сегодня мы с вами поговорим о здоровье. Потому что это первое, о чем можно разговаривать всегда, и за которым нужно следить. Что хорошего, потому что в Италии, да, этим всегда занимаются и за здоровьем всегда следят. И мы сегодня едем на один из нормальных источников, который называется Сатурния. Потому что тоже решили за своим здоровьем последить. Как мы решили последить? Потому что это термальные источники, я уже рассказывала. Мы едем на натуральные, которые там, они называются каскотельные по-итальянски, или просто фонтаны, или водопады. Просто сидишь там под водой и получаешь гидромассаж в свое удовольствие. Что еще хорошо в Италии? Здесь очень развит велосипедный спорт. Это тоже очень хорошо для здоровья. Некоторые просто велосипедным спортом занимаются, а мы просто иногда на велосипедике садимся и едем, куда нам вздумается. Потому что здесь очень развит велосипедный дорожник. И все любят кататься на велосипедах. Особенно это хорошо летом, потому что сажают и детей, и взрослых, и всех, и даже старушки до 90 лет здесь на велосипедах все катаются. Потому что не нужно искать парковку. И это очень даже хорошо. Еще все следят за своим здоровьем и ходят в спортзалы, ходят в бассейны. Ну, а сейчас и у нас в России это тоже так же развито, потому что здоровье всегда на первом плане. Хочешь быть здоровым, будь им. Ходи в спортзал, занимайся, правильно питайся. Вот еще одно важное дело. Когда правильно питаешься, и, конечно, здоровье тоже становится лучше. Хочу сказать, что в Италии и так хорошо с питанием, потому что все натуральное, все хорошее, все такое только что выловленная рыбка, и только что убитые, так сказать, куры и бросята. Но еще они занимаются здоровьем, потому что соблюдают диету. То есть смотрят, какие продукты содержат мало жира, это прежде всего, больше протеина и так далее. И очень соблюдают эти нормы питания. Поэтому мы сейчас тоже, на это дело, потелим. Стараемся есть поменьше жареного, потому что с каждым возрастом это, конечно, становится уже более эффективно. Потому что уже метаболизм не тот, который был в 19-20 лет. Поэтому стараемся меньше есть жареного, и больше я сейчас использую духовочку. Потому что это вообще такое чудо! Те же самые котлетки можно засунуть в духовочку и заниматься своими домашними делами. Как я уже сейчас как раз это дело и делала. Засунули все котлетки в духовочку. У нас такой подъезд, который моют по очереди, я его помыла. Я пришла, ополоснулась, и у меня обед готов. Это супер! Очень хорошо еще в духовке делаем всякие рыбы. Вот вчера, как раз я сделала красную рыбку. Положила рыбку туда, картошечки, немножко оливок, морковочки. И засунула в духовочку. Через 20 минут у вас обед шикарный готов. Вот это тоже хорошее здоровье! А еще всякие витаминчики, конечно, нужно пить. Потому что сейчас такое время, осень и весна, когда обязательно нужны витамины для наших всех организмов. Прежде всего витамин С. Поэтому советую всем, мы сейчас уже подъели, но это было и давно, по утрам пить лимонный сок с теплой водичкой и с медом. Это очень супер, я вам скажу. Там очень много витаминов. И еще, конечно, орехи сейчас. Грецкие орехи, которые тоже можно и с медиком, и с чаем. И просто так, которые очень хорошо соответствуют нашему организму и укрепляют не только наш организм, но еще и мозг от них, оказывается, хорошо работают. В общем, всякое такое радость. А сейчас мы спокойно вот едем и наслаждаемся этим хорошим днем. Потому что сегодня без дождя. Ну и такой замечательный день, потому что и солнышко, и облака, ну и все хорошее такое. И потом мы с вами увидимся в Сатурне. Я вам покажу, какая это прелесть. И просто полюбоваться пейсажами Италии. Сегодня такой замечательный, красивый день. На дороге с облаками мы едем в Сатурне. Хорошая музыка, приятная компания. Дуры и осень, и красивый день. Сазики. И еще, конечно, Италия славится своими голенеями. Здесь их много. Вот мы сейчас проезжаем в одну из них. О, какая большая. Ну, здесь тоже все построено. И достаточно много таких вот огоньков, которые освещают всю эту дорогу. Поэтому ничего страшного. И вот уже свет в конце тоннеля. И снова выезжаем на Семенове дорожку. Еще вот там много таких гостинец, которые строятся на вершинах. Очень красивый вид открывается из окон. Здесь они называются агритуризмом. Потому что сами они готовят там все. И выращивают много животных. Таким, как муры, яйца все свои. И выращивают много, так сказать, фруктов и овощей. И готовят они сами. Очень это дело интересно. Мы пользуемся агритуризмом, когда едем в Сатурния. Потому что там, конечно, урт замечательно хороший. И делается это так. Ставится огромный такой стол. И едят все. И члены семьи, и гости. И там, и всякие разные закуски, которые состоят из прошута, из всяких соля, из сыров. Конечно, вино тоже свое. Ну и потом первые блюда, всякие разные пасты, которые они сам приготовляют. И с мясными, и с рыбными блюдами. И на второе, конечно, всегда или запеченной своей курицей, или еще какой-то кусок свинины. И все, конечно, это очень вкусно, сытно. И на завтрак они делают свои тортики с творогом, свои варенья, мармелад, как они говорят. Все это очень вкусно, сытно и приятно. Потому что домашняя обстановка и такая хорошая атмосфера. Потому что один раз даже мы попали, что один из сыновей нашей семьи достал просто аккордеон. И у нас получился вечер с танцами. Это было вообще супер! Здорово и весело! Время от времени нужно сделать остановочку. И сейчас мы в одном из автогрилей. Здесь они очень распространены. Время от времени, ну, так же, как у нас, наверное. Потому что обязательно нужно сделать перерывчик на кофе, чтобы заправить машинку. Вон она, наша стоит. И сейчас мы пойдем и сделаем то, что мы хотим. Выбьем кофе, сходим в туалет, как обычно. И посмотрим, какой у нас тут красивый автогриль. Какой вот автогрильчик веселый. Здесь есть бар, где можно выпить кофе, перекусить. Всякие такие товары в дорогу. Сейчас уже начинают товары ближе к Рождеству. Вот такая сладость. Сладость, конечно. И можно и душ принять, в туалет сходить, водичка, все, что хочешь. Очень мне это дело нравится. Все весело и дружно. Всякие колбаски в дорогу, венца можно прикупить. Ну и, конечно, игрушки для детей. Потому что многие путешествуют с ребенками. Подарков полно. И подушки всякие красивые. Ага, сколько много всяких подарков для ребенка. И всякие дедно-русики. Люблю мягкие игрушки. Обожаю. Ну и даже рубашку можно какую-то купить себе в дорогу, если вдруг порвалась случайно. А чучки. Все это вот такое вот. И все. И поехали дальше. Еще вот такие солнечные какашки, которые положил в машину, и она тебе приносит удачу. И всегда головой вращает. Очень, типа, портофортуна. Приносит удачу. Ну и, конечно, немножко нужно заправить с бензинчиком, чтобы дальше продолжать дорогу. А сейчас я хотела бы сделать акцент на том, что здоровье еще нужно контролировать. Здесь, конечно, это очень развито. Все дают вовремя анализы десанглы, как они говорят, крови и другие анализы. Конечно, медицина, как я уже говорила, здесь платная. Но есть такие фишки, когда ты безработный или пенсионер, то можно это делать бесплатно. То есть не нужно платить за анализы, и не нужно платить за своих вот таких врачей специализированных, как типа гинеколог, кожный и так далее. Хирург или какие-то вот делать специальные анализы, как эхография или гастроскопия. Это все платное для остальных. Но если по безработице или пенсионер, то это делается бесплатно. И еще один акцент. Если там делаешь бесплатно, то нужно ждать в очереди, когда тебе дадут аппунтаменты. Или если хочешь быстрее, можно у частного врача или в частной поликлинике сделать за деньги. Как тебе будет угодно. Но контроль обязательно нужен. Еще очень хорошо здесь развиты донаторы десанглы. Нужно... Короче, сдают кровь. Когда сдаешь кровь донор, делают анализы бесплатно, потому что делают расширенный анализ. Не дай бог, что это будет такая кровь, которая попадет ребенку и так далее. Поэтому это тоже возможность сдать кровь бесплатненько. Малик Айян, что вы у нас живете. У нас здесь просто мы постоянно с красивыми по-на-раму. Потому что мы сейчас едем по дорогам в Норне, которые ведут в Сатурнию, и они просто расслабляют. И сейчас мы подъезжаем к Камзану. Такая поэзия, где делают вино Морелина из Камзана. Я в это вино влюбилась сразу, как только я попробовала первую, так сказать, как они, гочу, первую пятерку. Это чудо, потому что оно такое очень насыщенное, очень красное, такое, как кровь. То есть, если вам приспичит водка, если захочется выпить стакан вина, бокал вина вместе со своими друзьями, не ошибетесь, если купите бутылочку Морелина из Камзана, это чудо, это сказка. Вот смотрите, какие здесь виноградники замечательные, красивые. И это потом превращается в вино. Сейчас как раз сезон винограда. И сегодня 1 декабря. Сегодня пахнет не только виноградом, но и запахло уже мандаринками. Потому что 1 декабря, это уже мы в зиму вошли. И скоро-скоро у нас Рождество и Новый год. Это сказочное настроение. Но сегодня оно мало чувствуется, потому что очень солнечный такой хороший, теплый денечек, почти 17 градусов плюс. И мы наслаждаемся этим замечательным днем. Мы наслаждаемся этой замечательной панограммой. Конечно, и бутылочку вина обязательно нужно взять, потому что здесь оно только-только-только изготовлено. Поэтому, ой, вот смотрите, еще и здесь вот овцы, как они говорят, пекуры. И поэтому здесь еще зона Морема знаменита своими сырами. Именно пекурино из молока овец. Он немножко соленолатый на вкус, но вот именно с бокалом красного вина замечательный вкус. И мне очень нравится. Поэтому, когда мы сюда приезжаем, мы покупаем вино, сыр и хлебушек. И вот такой вот замечательный обед. Потому что это все натуральное. Здесь оно все изготовлено из натуральных продуктов. Входят овцы и виноградники здесь рядышком. И все это превращается в вино и сыр. И это очень вкусненько и хорошо. И сейчас мы приезжаем к этому городу, который называется Сказана. Это город почти 900 лет. Так что не смотрите, что дома здесь старые. Они действительно старые. И вот мы находимся на пьяце Гарри Балде. Вот он миленький стоит посередине. Ну и все эти вот старички. И все жители деревни собираются на площади, чтобы поговорить о насущном. И выпить бокальчиками на тратаре. Потому что сейчас обеденное время. Такие вот серенькие дамы. Люди здесь живут и радуются жизни. Особенно в воскресенье. Вот здесь вот сейчас мы будем церковь приезжать. Вот так. Вот они ходят на мейцевы свои. Живут своими делами. Занимаются и наслаждаются такой спокойной жизнью. И сейчас мы находимся на дороге, которая именно идет в Сатурне. Она находится такая по горам проходит. Поэтому очень красивая панорама. И мы наслаждаемся этой панорамой. Хочу, чтобы вы тоже немножко насладились вместе с нами. Напоминаю, сегодня 1 декабря. Первый день зимы. Но здесь совсем не чувствуется. Потому что как раз сегодня именно замечательный красивый солнечный денек. И вот такой вот красивый. Красивая такая панорама. Именно листья такие осенние. Всякие разные. Зелененькие, красенькие, желтенькие. Все вместе. Очень красиво. На солнечке все сияет. И развлекает нас. Очень все это дело мне нравится. Конечно, дорога немножко как серпантин. Если нужно смотреть всегда вперед. И вот одна из туристок снимает все это красоту. Вот Сатурне 25 километров. Уже скоро мы приедем. Вот мы уже начинаем спуск Сатурне. Смотрите, какие натуральные водопады, которые падают. И из-за того, что здесь спустилась немножко грязи, сейчас очень мало народа. Как раз так, как нам и нужно. И вот, наконец, мы пришли на наши замечательные термии. После этих страшных дождей немножко здесь все попадало. Смотрите, какие дороги здесь обвалились. Даже там, где ресторан. Ого! Очень даже страшно. Ну, самое главное, что сегодня хороший день. Даже здесь смотрите, как обвалилось все. И здесь. А здесь вообще все попадало. Ну, зато сегодня мало народу, потому что еще закрыты эти термии. Из-за того, что дороги попадали. Поэтому мало народу и солнечный денек. И для нас это самое замечательное время. Мужик сидит такой хорошенький кусток. Со своим персональным полотенчиком. И вот уже народ туда пришел. Ха-ха! И мы пойдем сейчас. Вот мы на термах! Сейчас туда полетим и будем делать гидромассаж. Всех люблю, всех целую, всех обнимаю. И вам хорошего. Благодарю. Ровничкой результате. С любовью. И в Сатурнии. Куда залазит самый отважный. Вон, Винтензе, среди самых отважных. Мы с вами там. Ю-ху! Сатурния! Вот такие замечательно красивые водопады. Напоминаю, серый водород. Серый водород бьет ключом. Всякие разные вот такие вот. Где можно и меньше, и больше посетить. Та-та-та-там! Куда залазит самый отважный. Вон, Винтензе, среди самых отважных. Мы с вами там. Ю-ху! Сатурния! Вот такие замечательно красивые водопады. Закусочка у нас на аперитивчик. Бородень дисконтану. Всякие оливки. Лучок. Меланзан. А здесь у нас салями, прошутик и сырок. Хлебшик. Почем у Бринзи? Тю-тю-тю! Тю-тю!